Всем привет! Сейчас будет The Brush 2019 и Blender 2.90. Давайте закончим с этим персонажем. Последний этап создания. Итак, все части у нас есть. Вот у нас есть ствол, есть у нас вот это вот аппарат, ремни, вся вот эта вот штукенция. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно объединить перчатки вот этого всего персонажа, очки отдельно, аппарат собрать полностью отдельно и ствол должен быть отдельно. Как это все делается? Тут находим все вот эти саптулы. Вот если есть ствол, мы его можем сохранить отдельно. Так, пока мы его переведем на самый низ. Так, что у нас тут есть? Вот эти вот все детали костюма, если вот он именно будет в костюме, нужно сохранять, объединять. Так, смотрим. Очки тоже отдельно вниз на самый опускаем. Следом находим вот эти все детали костюма, поднимаем их как можно кверху. Вот карман, галстук, все вот эти части. Так, что здесь? Запчасти аппарата. Аппарат мы тоже вот можем опустить на самый низ. Н выбираем, словом вот так, вот баллон, мы его в самый низ. Потом, что у нас тут еще есть? Всякие заклепки. Тоже это баллон. Следом, что у нас? Карман, аппарат. Вот он, аппарат у нас тоже уже внизу. Так, это бляха, бляху, кверху. Аппарат в самый низ, тоже к баллонам. И вот объединим, давайте сначала баллон. На примере его я покажу, тут покороче будет. И делаем мерчдаун. Всему этому делу. Окей. Окей. И мерчдаун, окей. Вот у нас аппарат в сборе полностью. Следом, что мы можем сделать? Ствол. У нас есть ствол в сборе и очки. Это все будет отдельно. Также N нам нужен вот этот. Часть вот эта нижняя. Она у нас отдельная. Для чего? Потому что когда мы будем ставить персонажа в позу, чтобы не вставлять этой части именно кости, ее не покоробило. Просто мы ее потом уже подгоним именно под этого персонажа. Так, следом, что можно сделать? Мы ее тоже вниз самой опускаем. Она нам не нужна до самого баллона. Так, ствол, очки отдельно. Все, все нормально. И так же объединяем полностью персонажа перчатки. Как, ну, словом, все его детали объединяем вместе. Покажу я на примере, давайте, баллона. Вот он у нас есть баллон. Мы ему делаем Make Polymesh, чтобы он стал отдельно. Включаем ему цвет. Смотрим его сетку. Вот сколько у него полигрупп. Отключаем. Делаем ему дубликат. И что нам нужно сделать? Нам нужно сделать одну полигруппу. Но если мы сделаем просто одну полигруппу, да, то когда мы будем вставлять, допустим, для анимации его или еще для чего-то, это будут разные саптулы. И кости их будет просто растаскивать. Придется кости ставить на каждую деталь и привязывать ее, допустим, к одной детали, к центральной. Это будет нехорошо. Поэтому давайте сделаем вот так вот. Геометри. Находим Dynamesh. Ставим резолюцию. Кстати, чтобы все это не развалилось, можно еще добавить кризы. Это вот в прошлом ролике я показывал. Криз и Криз Ал. Допустим, для всех вот этих вот ребер. Или просто кризы. Они станут вверху по ребрам. Так, нам это пока тоже не понадобится. Нам нужно просто сделать Dynamesh. Мы делаем Dynamesh. У нас получается 157 тысяч полигонов. Это дофига. Значит, Ctrl-Z. И подгадываем резолюцию. Пусть 128. Но опять же, чтобы все это дело не разлетелось. Вот такой-то внешний вид все имеет. И у нас появляется одна полигруппа. Теперь мы можем сделать вот такую штуку. Так, сделать Projectal. На вот это все. У нас получается более-менее четко. В зависимости, чем меньше полигонов, тем будет, конечно, хуже. И теперь, когда у нас вот это все сделано, можно сделать в геометре ZRMesh. Делаем всему этому делу ZRMesh. Смотрим, чтобы опять все это не разлетелось, не развалилось. Подгадываем вот это вот полигоны, количество полигонов. Так, вот у нас уже 13 тысяч полигонов. Ну, уже нормально. Что делаем? Теперь делаем Projectal опять. И вставим, да, применить цвет. Все это дело применяется. Отключаем именно вот этот нижний саптул. У нас теперь 13 тысяч полигонов. И вот такая сетка. Конечно, тут придется, если что, где-то доподкрасить, где-то что-то доделать. Вот C. И можно где-то что-то, если не закрашено, то можно это все подкорректировать. Где-то можно с уфтом чуть помягче вот это все выгладить. Ну, получается, словом, вот такая штукенция. Теперь вот на это все мы делаем ZPLUGIN. И так вот нижнюю заготовку можно уже delete. Она нам не понадобится. И делаем ZPLUGIN. Делаем UVMASTER. Находим WORKON CLONE. Теперь делаем UNWREP. Ждем, конечно, не без этого. Ну, 13 тысяч полигонов. В принципе, недолго все это дело делается. Вы видите, что поскакала полоса вверху. И сейчас мы просто применим вот эту вот развертку цвет. И создадим ее именно внизу. Итак, развертка уже прогналась. ZPLUGIN открываем. Теперь нам нужно копии UVS. И нажать вот на раскрашенную вот эту сапту. Бац, применяем цвет. Теперь мы что делаем? Его нужно именно прикрепить. Past UVS. Нажимаем. Заходим вниз. Находим UVMAP. Вы видите, что уже у нас появилась развертка. Выглядит она, конечно, интересно. Вот таким образом. Morph UV. Текстуры MAP. И применяем CRIT FROM POLYPAINT. Вот применилась развертка. Теперь мы просто экспортируем ее в ту папку, где она будет именно вот с этой разверткой сохранена. И так делаем для ствола, для персонажа, для очков и для вот этой вот нижней части типа юбки. Ну и пока нам ZBrush не понадобится. Раз все это дело вы сделали, закрываем и заходим теперь в блендер. И так вот теперь подгружаем в блендер вот этого персонажа. И что нужно ему сделать? По прошлым роликам я уже вставлять не буду. Очень много роликов, где я показываю, как вставить кости, как это все дело настроить. Смотрите на канале внизу, все это есть. Именно в плейлистах это блендер анимация. И вставляем вот такие кости. Теперь мы заходим в POST MODE, как всегда. Единица на нампаде, тройка на нампаде. Нампад это под правой рукой, где циферки. Или если у вас его нет, вы просто переключаетесь, заходите в Edit, находите преференции. И по-моему, так, Input, вот да, Input. И вот эти вот ставите нампад. И тогда вы сможете пользоваться верхними вот этими цифрами. Ну если ноутбук у вас без нампада. Ну а теперь все стандартно. Выбираем кости, G, допустим. Я немножко сделал именно полигонов побольше, чтобы модель более нормальная была. Именно в OPS формате потом. Так, в VBX формате. Потом можно запечь именно с этого персонажа на низкополигональный. Уже именно текстуру вот эту вот полностью, так сказать, запечь ее. И вот выставляем позу. Ставим персонажа, словом, в ту позу, которая вам именно нужна. Да, там руки опускаем под ствол и так далее. Когда у вас уже персонаж стоит именно в позе, мы начинаем в Object Mode импортировать файл импорт, добавлять наши вот эти вот именно, как аппарат, там ствол. Вот, добавим давайте аппарат этот. Так, очки, ствол, тело, юбка. Вот он аппарат. Обж импорт добавляем. У нас появляется вот такой вот аппарат. И мы уже, когда он стоит в позе, просто его подставляем там, где этот аппарат должен быть. Это получается где-то вот в таком духе. Вот так вот. Я вот на аппарат еще добавил, вы видите, крест. Раскрасил эту часть белым цветом, ну, чтобы прикольнее было. Ну, и крест добавил вот на эту штукенцию тоже. И вот так вот продолжаем в готовой уже, повторюсь, позе добавлять все вот эти причиндалы. И что у вас должно в конечном итоге получиться? Конечно, это занимает время. Смотрим. У вас получается где-то вот такая штукенция. Персонаж именно в позе. Со всеми причиндалами. Ну, и в принципе он готов. У него отдельная вот юбка, отдельный ствол, отдельный у него агрегат и отдельные у него очки. Вот они. Вот такая вот штука. Также ему можно добавить именно вот эту вот площадку, добавить какие-то там, не знаю, возможно, заднее окружение, чтобы он на фоне стоял каких-то развалин или там труб какой-то под ногами был. Или впереди, кому он там сердце напрягает именно вот этим аппаратом. Ну, словом, сделать какую-то композицию уже из нескольких персонажей. Давайте добавим теперь, наверное, покажу, как это все делается. Обс добавим площадку. Так, саптулов тут много, тут и эксперименты тоже. Вот площадка медик. Мы ее опускаем, мы ее под ноги ставим. Вот таким вот образом. Я ее немножко не так сделал. Вот эту верхнюю часть, в принципе, не надо было бы делать, чтобы он стоял на ровной площадке. Ну, раз получился такой косяк, то можно его тоже как-то использовать. С площадку можно немножко уменьшить, поднять, чтобы этот круг был именно посередине, а ноги вот на этих частях. Ну, вот что-то в таком духе. Так, вот, кстати, можно добавить еще шланг, сделать ему S. Делаем G, присоединяем шланг, так. G, отводим как-то, делаем ему подключение. Делаем еще немножко S. G. Смотрим, как он тут совпал, а не когда. И вот сюда его как-то подводим. И можно зайти теперь в скульптинг. Найти этот шланг. И попробовать так. Попробовать его именно вытянуть вперед. Вперед. Продолжение следует. так как то вот так его наверно теперь заходим в layout так удаляем вот этот цвет и добавляем ему цвет на тоже черный или давайте так сероватый так другую площадку я не нашел вот такая площадка словом ну и как еще можно ее до оформить да вот выбираем вот этот аппарат делаем shift d так камера и свет нам пока не понадобится вложим ее вот сюда как-то привязываем так вот вложим ее привязываем к 3d курсору и G вложим вот сюда вот так и чуть-чуть перекручиваем G и вот так на ступеньки положим типа запасной ну и можно вот этот еще выбрать shift D аппарат вот так и сделать как бы R так опять же привяжем его к 3d курсору G смотрим чтобы он именно лежал на ступеньках они как-то там иначе ну и ручку чтобы было видно G как бы к верху R как бы вот так и чтобы опирался именно на ступеньку вот таким образом и немножко его наклонить вот так даже наверное вот так на другую сторону ну вот теперь он на ножке лежит и на ручке в принципе уже нормально чуть-чуть еще чтобы ручка не была погружена именно в площадку вот так и немножко наклонить и немножко приподнять и еще немножко R и еще немножко G ну вот как то так где то и вот у нас получается вот такая вот композиция теперь мы добавляем именно свет включаем заходим в настройки рендера включаем видимость всех деталей выбираем свет переходим в настройки света включаем солнце ставим где-то 4000 теперь R перекручиваем свет там так как нам надо устанавливаем где нам надо и направление так вот так вот вот так вот все и вот так вот вот так вот и получается нас вот такая композиция можем теперь настроить камеру сохранить запечь все это из сделать уже полноценную модель крашеную можно его в формате сделать можно сохранить fbx формате условно такая штука и так надеюсь серия вот этих роликов вам пригодится вот так вот от первого ролика до шестого по моему это шестой уже рождается персонаж все всем пока до свидания